Я, честно говоря, считаю, что Россия, конечно же, не является империей, хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например, Кремль, а также некоторые вынесенные за пределы России места, типа Куршевеля. Напрашивается вопрос, кто управляет? Управляет антимациональная элита, которая на самом деле воспринимает население как покоренных туземцев, ну, примерно, как британцы воспринимали сварение индусов, они построили пирамиду народов, некоторые из которых приближены для того, чтобы угнетать туземцев, а большая часть народов, скажем так, не имеет никаких прав и существует именно как колониальное население. Прежде всего, это касается русских. Поэтому Россию можно назвать, я бы сказал, не империей, не национальным государством, а антинациональным государством. Это будет самое точное научное определение того, в чем мы живем. Дайте, пожалуйста, определение точное и научное антинационального государства. Легко. Антинациональное государство – это государство, в котором существует одна, скажем так, наиболее угнетаемая нация. Ну, в нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, ну, примерно, как, допустим, сихи использовались в Индии, для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стада, а себя как абсолютных господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!